На станции переливания крови было людно. В Мурманске прошла пятая суббота доноров. Акция вновь проводилась одновременно по всей России для тех, кто хочет, но в силу обстоятельств не может сдать кровь в будние дни. Итог. В столице Заполярье за 4 часа кровь успели сдать 100 человек. Летом Мурманск пустеет. Горожане разъезжаются по отпускам. В этот период недостаток доноров на станциях переливания особенно заметен. Именно поэтому каждый август проводится суббота доноров. Очередной раз областная станция переливания открыла свои двери в выходной. Мурманчане активно откликнулись на наши призывы принять участие в этом мероприятии. Если сравнить с предыдущими годами, то в этот раз у нас доноров записано, по крайней мере, по предварительной записи больше на 30 человек. В этом же году только по записи сдать кровь захотели 100 человек. Сколько еще желающих пришло без регистрации, специалисты не успели подсчитать. Но, судя по длинным очередям, их немало. Правда, в итоге не вся кровь дойдет до операционных. Кто-то отсеется при медосмотре, еще 10% после лаборатории. У кого-то гемоглобин. Кто-то, быть может, пришел в период какого-то восподелительного процесса. Это все играет роль в том, чтобы его, так скажем, отвести от сдачи крови. Ирина Белова делиться кровью старается регулярно. Сама медик. Но и ей вырваться с работы удается не всегда. Так что суббота доноров оказалась отличным поводом посетить кабинет коллег. У меня стабильное состояние, не ухудшения, не улучшения я особо не чувствую. Организм нормально на это реагирует. И поэтому рекомендую, кого физически, кто способен, ходить и сдавать кровь. А Алексей Бабушкин пришел на станцию уже четвертый раз за год. Первый раз попробовал вообще давно. Была у нас выездная бригада на работе. Решил попробовать, сдал. В принципе, ощущений каких-то неприятных или чего-то не было. Понравилось и решил сдавать еще. Теперь полученные компоненты крови отправятся на карантин. Тем, кто сдал кровь впервые, врачи советуют вернуться на станцию через полгода. Без повторного обследования донора кровь не дойдет до пациента, которому она может спасти жизнь.